Диктант Победы Диктант Победы Культурном контексте Победа в этой схватке будет нелёгкой, поскольку России противостоит целая группа агрессивных, озлобленных, тоталитарно-либеральных режимов Запада, которым Жёстко управляет Вашингтон. Судьбоносный выбор населения Новороссии разделил современную историю на до и после. И отныне и навсегда это наша земля, это наши люди, и мы будем их защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть нашей страны. Участниками Диктанта Победы стали более полутора миллионов человек. Среди них были и жители новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик. И надо сказать, что участники Диктанта Победы из жителей Донбасса очень и очень достойно справились с поставленными заданиями. Я уверен в том, что в следующем году акция будет проходить и в Мелитополе, и в Херсоне, и в других городах и населенных пунктах Приазовья и всей Новороссии. В этом году по всей стране было развернуто более 19 тысяч площадок. Диктант Победы проводили даже на околоземной орбите среди российских членов экипажа МКС. Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Я позволю себе сказать, что если рассматривать в целом все площадки Диктанта Победы, то можно сказать, что он прошел не только на земле, но и в воздухе, в прямом смысле этого слова, потому что участниками Диктанта стали, например, пассажиры авиарейса из ЖЭС к Санкт-Петербург, под водой, потому что площадки развернулись, например, в учебном центре школы водолазов Севастополя, на воде. Я перечислил и атомные крейсеры, и речные и парусные суда. Помимо России Диктант Победы написали во многих других странах мира. Бангладеш, Мексика, Непал, Малайзия, Конго. В общей сложности более 40 стран. Специально для зарубежных участников задания переводились на иностранные языки. На английском, испанском, французском и китайском языке. Кроме того, на площадках, организованных в Сербии, участники писали Диктант на сербском языке. К тому, что сказал Александр Евсеевич, я добавил бы еще и румынский, на котором тоже писали Диктант. Объяснение простое. Это был некий запрос от людей, которые хотели писать Диктант. Это не наше им навязывание, что обязательно в Румынии пишите Диктант Победы. Это реальное желание снизу у людей поучаствовать, принять участие в этом Диктанте. Организаторами Диктанта уже отобраны участники, показавшие самые высокие результаты. Награждение победителей состоится уже в ноябре. Ну а главная награда, как и прежде, возможность лично посетить парад 9 мая на Красной площади. Служба информации Фонда История Отечества.